Возвращаясь к нашей сессии про блокчейн. Меня зовут Константин, я из компании Microsoft технический евангелист. В Москве я работаю два года, в Microsoft я работаю больше пяти лет. Работал с глобальными компаниями, входящими в Fortune 500, будь то SAP, General Electric и другие компании. Моя задача как технического евангелиста – это инновации и в то же время помогать как компаниям, так и стартапам реализовывать данные решения. И говоря про блокчейн, наверное, в списке disruptive-технологий, пожалуй, одна из самых таких интересных ведущих. И в России как раз-таки я веду в Microsoft данную тематику. Говоря про блокчейн. Конференция у нас, и по опыту, то, что я вижу, называется блокчейн и биткоин. В то же время, в последнее время очень много людей приходят из разных индустрий, из разных мест, потому что тема на хайпе, тема модная. У меня будет такой небольшой опрос. У меня просьба зайти на ficus.io slash iyt. Прямо на мобильных телефонах. Это веб-решение. И мне интересно, кто в зале находится с точки зрения блокчейна. Потому что, с одной стороны, сейчас такая полярность. Есть люди там реально в теме, разрабатывают свои платформы, есть стартапы, есть люди, для которых эта тема новая. Мне вот интересно узнать, какое у нас распределение в зале. ficus.io slash iyt. Причем данное решение – это стартап из Ростова, который сделал кроссплатформенную стройку в офис. Так что для вас является решение на блокчейн. Что это? Голосуйте. Помогите мне понять, кто в зале. ficus.io slash iyt. Окей, все потянулись. Отлично. Все-таки решение, которое скоро изменят все индустрии. Я сделаю маленькую-маленькую вводную про блокчейн, совсем-всем чуть-чуть, для того чтобы, когда я буду говорить про сценарий, вы понимали, о чем идет речь. Я расскажу чуть про блокчейн, расскажу про эволюцию блокчейн, чем отличается 1.0 от 3.0, как это влияет на технологию, как это влияет вообще на развитие и взаимодействие с данной платформой. Мы поговорим про некоторые сценарии. Время очень мало, поэтому мы сделаем очень быстро. Покажу реальный пример, пилот, который мы сделали с Банков Америка. И также поговорим про, где в этой всей истории находится Microsoft, как технологическая платформа. Про блокчейн говорят все, революция. И еще буквально совсем недавно можно было услышать, что блокчейн, да, это хайп, и это тот вид технологий, который все еще ищет свое решение. И на самом-то деле все двигается очень быстро, и из хайпа мы начинаем видеть, что это переходит, скажем так, на некую новую волну, да, на новый уровень. И почему это происходит? Потому что подтягивается бизнес, подтягиваются интерпрайзы, подтягиваются компании-разработчики, и в том или ином формате видят для себя новую возможность, новые бизнес-модели. По большому счету основная идея, что с этим стоит, да, есть некий общий доступ, да, она никогда не меняется, но, пожалуй, самое гениальное, что, помимо того, что децентрализованно, это, пожалуй, то, что заменили доверие на криптографию, что меняет полностью подход, более того, это меняет даже разработку и взаимодействие компаний, которые разрабатывают данные решения. Очень важный момент, что, да, биткоин – это здорово, публичный блокчейн, но говоря про реальные решения и про компании из разных индустрий, публичный блокчейн – это не всегда ответ. И мы видим, что, допустим, private-блокчейн, да, есть такой вот тип, к примеру, когда разворачивается решение внутри одной организации, к примеру, документооборот. Есть permission, где есть люди, которые входят в этот блокчейн на том или ином условии. Но самое интересное, что мы видим с точки зрения индустрии, где идет развитие это консорциума, когда в рамках или там ряд компаний, которые работают над решением, у них есть некая договоренность и в рамках этой договоренности они разворачивают это блокчейн решение. Когда приходят компании, я сейчас работаю с ними над сценариями, зачастую все приходят примерно за этим. То есть основной ответ, что стоит для индустрии, для блокчейна – мы убираем посредников, потому что меняем эти взаимоотношения доверия на криптографию. Второй момент, конечно же, это предвращает мошенничество. Есть некий аудит, есть некая, скажем так, visibility и transparency на все, что происходит. Наверное, самое главное, что скорость, мы будем говорить, когда про финансы, а говоря про блокчейн, это не обязательно финтех, и в зависимости от того, с кем вы говорите, скорее даже про регуляцию, про ректех, чем про финтех, но это отдельная тема. Допустим, в финансах такое вот понятие clearing and settlement, то, что мы по-прежнему дигитально переводим, делаем транзакции, но данные мы по-прежнему обрабатываем аналоговые. Я приведу просто реальный пример, который мы сделали с банков Америка. Опять же, говоря на перспективной индустрии, опять же, финансы, clearing and settlement, то есть очень-очень много аналоговой обработки данных. Вы видели в сентябре первая транзакция Barclay и, соответственно, один из стартапов, который у них там в акселерации. Транзакция на 100 тысяч долларов. Здравоохранение, то есть вместо того, чтобы с папками бегать по поликлиникам, блокчейн, пожалуй, очень перспективный подход реализовать решение надежное для данного сценария. Опять же, рецепты. Ручная торговля. Вот оттуда прям вижу все больше и больше сценариев и запросов. Очень много людей, которые участвуют в цепочке поставок. Очень много документооборот. И, соответственно, блокчейн зачастую служит очень-очень интересным решением для того, чтобы срезать косты и упростить решение. С чем я еще столкнулся по блокчейну, что, когда мы говорим с компаниями, если посмотреть на нашу индустрию, наши разработки зачастую, они приходят на стыки решить какую-то боль. И, говоря про сценарии с партнерами, когда мы начинаем смотреть, что можно сделать на блокчейне, потому что все находятся в таком Dev and Test Mode. То есть, с одной стороны, есть там Barclays, Citigroup, Morgan Stanley, все ведущие акселераторы FinTech, которые двигают эти блокчейн-инкубаторы. И все присматриваются и в Dev and Test Mode что-то экспериментируют. И, когда начинаем разбирать с кем-то, где я нахожусь в этой картине, мы вдруг понимаем, что зачастую блокчейн просто выбирает вообще из этой цепочки то технологическое решение, которое было придумано, реализовано и приносило какую-то пользу. Отдельная тема, что с этим делать и что новое, скажем так, нам в будущем грозит. Кому будет интересно, я буду в куларах и расскажем про эти сценарии. Говоря про финансы, если мы говорим про финансы, то если кто-то торговал акциями, то есть такое понятие T плюс settlement time. То есть, если я покупаю акции, я не получу в тот же день, скажем так, владения над этой акцией, займет 2-3 дня, исторически так сложило. Опять же, возвращаясь к этому аналогу, что мы дигитально делаем транзакции, но мы аналогово обрабатываем данные. И, пожалуй, самое востребованное, то, что мы видим все больше и больше сценариев и рынок уходит туда, это расчеты по международным торговым операциям. Опять же, тот же пример с Barclay. И один из примеров, которые я покажу вам сейчас. Есть в конце сентября такая ведущая финансовая конференция Sibas в Женеве. И мы решили там представить некий пилот, где действительно блокчейн был бы полезен в первую очередь нам. И задача этого пилота была следующая. Найти реальный сценарий и самое главное быстро сделать пилот там в течение месяца. Мы обратились в наше казначейство Microsoft, Казначейство управляет порядка 120 миллиардов долларов, есть порядка тысячи банковских аккаунтов, с которыми мы сотрудничаем, и очень много разных финансовых провайдеров, поставщиков. И один из сценариев, который мы увидели, это то, что если мы закрываем контракт с партнером, и у нас нет кредитной истории, обычно что делается? Аккредитив. Или так называемый stand-by letter. Задача заключается в том, что для того, чтобы сделать такое письмо, команда насчитала вместе с Банков Америка порядка 15 шагов для того, чтобы это сделать. И самое главное, что для того, чтобы это сделать, все это происходит вручную, по телефону, через факт, записывается руками, и порядка 50% возможностей на ошибку. Соответственно, порядка 5 дней для того, чтобы это сделать, стоимость от 2,5 тысяч до 15 тысяч долларов. Если мы еще ошибаемся, при этом есть некая timezone и, скажем так, дельта во времени, это все усложняется, усложняется и усложняется. И мы сделали такое решение. Причем, обратите внимание, что участвуют Microsoft, Банков Америка и PricewaterhouseCoopers. Чем это примечательно? Что в данном случае участвуют технологические провайдеры, а также участвуют финансовый институт и… Сейчас я выведу. И участвует компания, которая действительно специализируется на финансовом консалтинге. Как выглядит данный пилот? Пилот реализован с помощью Ethereum. Ethereum находится развернут в облаке. Здесь мы видим монитор и, собственно говоря, сколько транзакций уже есть и какие блоки есть. Здесь мы видим два ноуда, которые будут обрабатывать соответственно наши блокчейн-запросы. И возвращаясь обратно. Итак, для того, чтобы выкатить то самое письмо, тот самый кредитив, у нас есть четыре участника. Есть Microsoft как бенефициар, есть тот партнер, с которым у нас нет кредитной истории, но мы хотим заключить с ними договор, для этого нужен тот самый кредитив. Есть банк, соответственно банки с двух сторон. Я захожу как Microsoft. Мы сейчас покажем реальное демо. Предположим, что это мой клиент. Напишем Microsoft. Хорошо. Мы хотим заключить контракт, пусть в данном случае, в евро. Данный контракт будет на 12 месяцев. Нам не нужно подтверждение. Напишем, что это Крылатский стрит. Если кто не был в Microsoft в Москве. Давайте напишем сумму, которая бросалась бы в глаза. Допустим, на 550. И мы хотим заключить некий Azure Enterprise Agreement. Я выпускаю данное письмо. Я его выпустил. Возвращаюсь на портал. И теперь я как аппликант должен увидеть этот запрос у себя на сайте. Опять же, у всех есть доступ к данной информации. Мы говорим про блокчейн подход. Здесь я видел, что мои коллеги также постарались и выкрутили много разных запросов. Попытаемся найти наш. Сейчас берет немножко времени. Да, кстати, сейчас если обратить внимание, потом еще раз переключусь. Во-первых, транзакция произошла, произошел консенсус. Мы подняли и создали новый блок. Пока подтягивается. Да, вот здесь оно есть. Я думаю, что это вот оно. То есть я как аппликант, в данном случае Nerdy Handbags, захожу и смотрю на данное письмо. Покажу вам, пока подтягивается. В чем заключается архитектура, кто технолог. Front полностью написано на Node.js и на JavaScript. Мы сделали, использовали в данном случае Swagger как некий API-менеджер для того, чтобы работать с Ethereum, с нодами. Почему? Потому что, с одной стороны, есть красивый API показать. Если тут есть возможность делать прямо query на транзакции и на смарт-контракты, можно подтянуть и посмотреть их в разном статусе. Если будет время, я вам покажу. Ну хорошо. В данном случае я хочу заключить контракт с Microsoft. Я вижу, что Microsoft Russia. Отлично. Вот она сумма. Меня это устраивает. То, что мы договаривались. Я, допустим, пишу банк. Citibank, к примеру. Citi. Пусть будет Париж. Опять же, это демо. Соответственно, данные не все. Но, тем не менее. Посмотрели. Выбрал. Сабмичем. Возвращаясь. Делаем. Смотрим на рефреш. Смотрим на Ethereum. Происходит работа. Он получает транзакцию. Блок произошел. Блок транзакции запакован. Есть. Дальше, соответственно, сейчас подтягивается решение. И если мы вернемся сюда, я как банк того аппликанта, как того партнера, с кем мы работаем, смогу увидеть этот запрос. Значит, мой клиент от меня хочет ту самую гарантию для Microsoft. И в данном случае я посмотрю на нее и смогу ее подтвердить. Берет немножко времени. Покажу вам пока свагер. В данном случае есть хороший API-менеджер. В данном случае можно посмотреть. Допустим, мы сделали запрос, выкатили некий letter of credit. Посмотрим, чтобы он подтянул. Окей. Смотрим сюда. Да, есть такой. Смотрим на число. Сегодня у нас десятое. Вот он наш. В данном случае банк партнера Microsoft заходит, смотрит на детали. Ну и как результат после проверки он даст окей. Посмотрели. Вот они данные. Вот он участник. Все. Microsoft Russia. Отлично. Делаем запрос. Возвращаемся. Смотрим. Опять же срабатывает. В данном случае должен сработать Ethereum. Есть. Сработал. Запаковался блок. Выкатывается решение. Так. Должно побыстрее. Возвращаемся сюда. И я уже как адвайзер смогу подтвердить данную сделку. С перформансом тут, конечно, не очень. Подтягивается. Так. Тут мы делали запрос на тот выкат, который ищут. Давай посмотрим. В данном случае есть только один pending. Давай посмотрим in dispute. Вот pending нас интересует. Возвращаемся. Да. Вот он есть. Банков Америки заходит. Да, отлично. С Microsoft мы работаем. Вот Microsoft Russia как раз таки сделал такой запрос. От банка пришло подтверждение. Посмотрел данные. Кто-то подал. С кем мы работаем. И Marcus Advised. Опять же возвращаемся сюда. Транзакция происходит. Должен сработать Ethereum Proof of Stake. И мы должны увидеть блок. Так. Давай срабатывай. Да, видимо где-то мы пропустили. Блок сработал. Блок создался. В данном случае если я вернусь в Microsoft, я смогу увидеть как раз таки ту готовую сделку. О чем идет здесь речь? Когда посчитали опять же, что занимает данное решение около 5 дней, данный процесс с 5 дней ужался в порядка 10 минут. Из 15 шагов он ужался в 4. Соответственно, как раз таки классический пример тот самый clearing and settlement. То есть когда мы вручную действительно обрабатываем информацию, делаем ошибки, это занимает время. Пример блокчейна, самого подхода, что мы все являемся участниками и доверяем этому решению отдельная тема почему, которая как раз таки с 5 дней урезала до 10 минут. Говоря про блокчейн и куда это движется. С одной стороны, мы знакомы с биткоином, то есть храним данные в базе, отлично. Следующий этап как раз таки то, что Паша рассказал, что Виталик Бутерин сделал смарт-контракт. И в данном случае мы добавили некий store procedure, некую бизнес логику, которая позволяет с этими данными работать. Соответственно, эволюция идет дальше. Есть новые запросы и соответственно как раз таки интеграция существующими решениями с билинговыми системами, с CRM, ERP, базовыми данными, сервисами. Как раз таки следующий этап, он очень важный, за этим очень много чего стоит. Особенно если мы говорим еще и про интернет вещей, которые работают с блокчейном, про ту телеметрию в реальном времени. Безопасность связки – это очень-очень важный элемент. Почему это важно и о чем опять же идет речь? Давайте предположим реальный сценарий. Банк, хедж-фонд, страховая компания. Есть блокчейн и есть смарт-контракт. И в 4 часа дня они должны произвести какую-то операцию. Первое. В самом блокчейне понимания 4 дня как такового нет. Второе. У нас есть стерильная зона, так называемая блокчейн. И мы ему доверяем. Но мы делаем денежные транзакции, соответственно, для того, чтобы получить какую-то котировку доллар-евро или, допустим, тот же LIBOR или там по золоту, неважно. Мы хотим что-то сделать, нам нужны актовальные данные, нам нужно выйти в оффчейн. Как это происходит сейчас? Для того, чтобы выйти в так называемый оффчейн, мы пользуемся ораклами. То есть нам непонятно, что это за оракл, кто его написал. То есть у нас есть стерильная зона, безопасная, мы вложили, все сделали правильно. Мы выходим вовне. А кто эти данные подменить может в оракле? Мы, соответственно, не знаем. И то, чем мы занимаемся и куда уходит рынок, что будет так называемая tested hosters. И там будет 2 основных задачи. С одной стороны, на уровне железа и ведущие железные разработчики работают над этим, чтобы был некий контейнер, который максимально на уровне железа, хардвер, безопасно обрабатывает данные. И есть некая бизнес-логика. Вот тут вот мы как раз таки работаем над этим. Мы это называем креплеты. Будет возможность на разных языках, это будет стандартизированный подход, разработать код, при котором можно выйти вовне, реализовать вашу бизнес-логику, вашим же кодом подписанную, как и в блокчейне из вашего смарт-контракта, данное решение для того, чтобы поработать вовчине. И там есть несколько основных сценариев, на которые имеет смысл обратить внимание. Первое. Для того, чтобы зайти в блокчейн, нужно некое событие. Соответственно, под него нужно либо подписаться, либо выйти. Вот один из креплетов будет как раз таки вытаскивать информацию и входить в блокчейн, как некий ивент в определенное время. Второй сценарий, и, пожалуй, с точки зрения интерпрайса, разработки, очень важно, что если у нас есть много данных, в блокчейне их хранить нельзя. Соответственно, нужно будет хранить где-то локально, подписанный, опять же, вашими ключами. Для этого нужны тот самый переход, который помог бы это сделать. И второе, что если вы посмотрите на тот же Ethereum и смарт-контракт, вообще проблема блокчейна, сейчас на самом-то деле это перформанс. Так вот для того, чтобы сделать смарт-контракт, вам все будут говорить best practice, делайте минимум, минимум, потому что разоритесь. То есть газ стоит денег, каждая транзакция, каждый процесс, итерация стоит этих газов, соответственно, денег. Поэтому делайте максимально-максимально простым. Опять же, работая с существующими системами, интеграция с существующими системами, смарт-контракт не потянет. Если потянет, то будет очень дорого, и, соответственно, займет очень много времени. Поэтому второй тип криплетов будет давать возможность из смарт-контракта запустить другой смарт-контракт вовне, который реализует какую-то бизнес-логику и вернется с результатов внутри блокчейна, опять же, в безопасном режиме. Проект, который архитектурный подход, мы называем это Bletchley. Это в roadmap, мы работаем над этими криплетами, и в ближайшее время, я думаю, мы увидим уже данное решение. Вот. И расширяя данную тему, опять же, блокчейн 2.3.0, хочу показать вам следующий слайд, где, собственно говоря, Microsoft. С одной стороны, как мы видим, реальных решений, они появляются все больше и больше и больше, и новости появляются. За последние два месяца появилось очень много интересных блокчейн-решений, о некоторых я вам покажу. Но основная задача, которую мы преследуем сейчас, все находятся в Devon-Test Mode, все хотят посмотреть, проэкспериментировать, что я могу сделать блокчейном с моим решением. И поэтому мы дали возможность и выкатили платформу, которая позволяет реализовывать и запускать разные блокчейн-платформы для того, чтобы максимально быстро протестировать, посмотреть, что для этого необходимо, какая интеграция нужна и для себя принимать дальше решения. Поэтому с точки зрения стратегии, как мы работаем, мы сами учимся, мы сами развиваемся, мы смотрим, как работают платформы, мы работаем с ведущими блокчейн-платформами будут Ethereum, Ripple, или тоже EmmerCoin, которые находятся сейчас уже на Vager, и их можно развернуть буквально одним кликом. Более того, буквально недавно мы анонсировали готовую топологию для консорциума, где в течение 5-8 минут можно развернуть порядка 100 ноудов с решением под консорциумом, где отдельно, скажем так, за load balancer находятся сервера для транзакций смарт-контрактов, и отдельно разделены по компаниям так называемым консорциумом решения, ноуды для так называемого майнинга. Ну и, соответственно, самое необходимое, опять же, куда уходит рынок, то, что мы видим, необходимо, это работа и интеграция с существующими системами, так называемая middleware. О чем идет речь? По большому счету, реализовывая решение наверху, на уровне клиента, ему все равно, что находится под капотом блокчейн, в конце концов, это просто база данных. Такая интересная, с интересным подходом, с новыми возможностями, но в целом, это просто база данных. на первом лейере есть возможность реализовывать те самые, порядка 16 платформ уже в Azure есть, блокчейн решения. Более того, если посмотреть на разные сценарии, для кого-то подойдет блокчейн, допустим, для работы с документацией, для кого-то подойдет блокчейн, для работы с денежными транзакциями. Они разные, задачи разные, и, соответственно, нужно будет понимать, как работать и интегрироваться вместе с ними. Опять же, службы шифрования, хранения ключей, потому что, если вы знаете, потеряли ключи, потеряли очень много чего. Вот, соответственно, важно сделать прозрачным эту работу между существующими системами, клиентскими системами, то, что находится по большому счету под капотом. С точки зрения Ажура, мы открытая платформа, есть там мир Linux, мир Windows, можно делать кроссплатформенную разработку, open source, но, пожалуй, самое важное, то, что нужно обратить внимание, находится здесь, то есть Azure Blockchain Service. Возможность буквально за пару минут развернуть все необходимое количество ресурсов для того, чтобы протестировать ваше решение. По новостям. Буквально недавно была новость, что финансовый консорциум в Тайване реализовывает свои решения на Azure, на блокчейн, и там порядка десяти ведущих финансовых институтов. Буквально недавно новость была, что WebJet, такой ведущий travel agency ресурс, реализовывает POC на Azure блокчейн, как раз таки для работы. Все, что касается туризма, если вы обратите внимание, первая строчка идет убрать человеческий фактор. И только потом мы ждут деньги и другие задачи. Для того, чтобы потестировать, заходите на Azure.com, берите trial-аккаунт, разворачивайте системы, тестируйте, смотрите. Очень много литературы, много чего написали, есть на GitHub готовые темплейты. Заходите на Ethereum, посмотрите Microsoft-связки. Мы очень сильно сотрудничаем друг с другом, поэтому примеров очень много, разворачивайте, экспериментируйте. И в сентябре мы провели большой хакатон в Иннополисе по блокчейну. И когда мы, соответственно, выкатывали и разговаривали с участниками данного хакатона, мы показали, ребят, ну на самом деле, опять же, блокчейн – это просто база данных. Основная инновация – это, конечно же, связка. Не знаю, бот, который вызывает смарт-контракт, машинное обучение, которое работает с данными, которые происходят там, и другие-другие связки. Так примерно выглядит, скажем так, экспериментальная архитектура, когда вы реализовываете какую-то свою идею, есть некий шлюз и работа с данными, соответственно, данные решения за сутки, и у меня там в блоге можно почитать те решения, которые буквально за 2-4 часа накатили участники команд, включая голосование, включая боты, которые запускают смарт-контракты и так далее. Очень интересное решение. И в декабре я провожу мастер-класс трехдневный, мы погружаемся в технологию, будем учиться и работать, делать реальные пилоты. Места на самом-то деле мало, потому что там будет много партнеров, которые приходят туда, но будет квота для тех, кто хочет прийти, поэтому кому интересно, говорите со мной и сможем обсудить ваше участие в декабре. Коллеги, спасибо, если есть вопросы 1-2, я так понимаю смогу ответить, да? Да. Во время презентации, когда мы смотрели на сеть эфириум, вы упомянули proof of stake, это была оговорка или у вас уже какие-то свои разработки в этой области? У нас-то точно разработки нету, возможно, это была действительно оговорка. На самом-то деле, как реализован внутри работа смарт-контрактами, это скорее вопрос к PricewaterhouseCoopers, но это скорее была оговорка, да. Ну Ethereum proof of stake, кто-то изменился в это, но решение правит блокчейн, да. Правильное замечание. Еще? Подскажите, пожалуйста, вот вы говорите, что основная инновация – это связки. Какая самая сложная на сегодняшний момент там уровни связок уже существует? Потому что тот кейс, который вы показали, это как бы там одна операция между там тремя участниками. Вот дальнейшая история, например, усложнения, то есть количество связок, вот самая длинная цепочка связок, она сколько сейчас существует? Еще раз, что для вас связка в данном случае? Я говорю не что это самая главная инновация, я говорю к тому, что блокчейн – это просто база данных, и приходит этап интеграции с существующими системами для того, чтобы двигаться и делать некие в YouTube решения. Ну, смотрите, вы показали пример, в котором три контрагента… Банков Америка. Да, участвуют… Четыре контрагента. Четыре контрагента участвуют по факту в одной итерации, именно получение банковской гарантии. После банковской гарантии есть еще куча других этапов уже там работы, заключения контракта, поставки продукции. Дальше вот эти связки интегрируются. Ну, то есть, возможно ли автоматизировать полностью выключение? Это был пилот только для данного решения. Конечно же, полный цикл он будет включать в себе весь цикл, включая контракт и все остальное прочее. Ну, вот так, наверное. А есть ли сейчас кейсы полных? У меня точно нету. Спасибо. Да. Константин, у меня вопрос, как участник хакатона в Иннополисе, вот из тех проектов, которые стали призерами. Что-то в продакшн ушло? Что-то было реализовано? Есть ли какие-то реальные кейсы, которые можно посмотреть? В продакшн еще нет, потому что зачастую все эти решения упираются пока в… Скажем так, те сценарии, в которые были, все еще упирают некие регуляционные моменты, да, потому что есть использование смарт-контракта и так далее. Но я знаю, что они двигаются, разрабатывают и мы ведем совместную работу. Продакшн еще нет. Добрый день. Скажите, пожалуйста, сейчас действительно блокчейн, такой хайп вокруг него происходит. И есть еще замечательная такая точка зрения о том, что если вы можете не использовать блокчейн, не используйте его. Вот в данном кейсе, скажите, пожалуйста, было ли оправдано использование блокчейна и можно ли без него обойтись? Имеется в виду Банков Америка? Да, да. Я думаю, что можно сделать, наверное, и скажем так, обычно, знаешь, когда идет разговор, что с этим делать, обычно ответ, что может сделать блокчейн, что не делает обыкновенная централизованная база данных. И начинаем играться. Но в данном случае как раз таки сама концепция отвечает на вопрос, что мы все в одной связке, у всех есть данные, у всех есть доступ. Тут вот скорее ответ на это. Можно, наверное, сделать централизованную базу данных, но это меняет то самое доверие. Это опять же нужен будет централизованный посредник, который бы этим всем руководил. Понимаешь в чем дело? И кто-то этим централизован, один управлял. И опять возвращаемся к циклу, что каждый будет работать со своей системой для того, чтобы как-то потом интегрироваться. Спасибо. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот эфириум прошел форк, правильно я понимаю? То есть операция, когда они вернулись на предыдущий этап из-за ошибки в смарт-контрактах, я правильно понимаю? Ну или какой-то там интерпретации? Ну на самом-то деле это… Как это повлияло на ваше отношение? Как вот что-то изменилось в стратегии, в поведении вот из-за этого, из-за этой ситуации? Изменилось у кого? Ну у вас, у Microsoft. Ну я не видел официальных анонсов, что мы как-то поменяли свое отношение, вот. Ошибки происходят. Платформа, скажем так, молодая, развивается, да, и я не буду уходить, почему это произошло, да, на этом много уже текстов, естественно, не сегодняшняя тема, но это бывает. Но мы идем дальше, работаем. Ну мы не только работаем с Ethereum, есть еще там очень много платформ, с которыми мы сотрудничаем. Это один из примеров, с которым сотрудничество. Спасибо. Это был последний вопрос. Если будут еще другие вопросы, то Константина можно спросить будет уже либо на кофебрейке, либо в коридоре. Спасибо. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ